Получить капитальный ремонт раньше срока. Возможно. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил региональному оператору увеличить количество спецсчетов для многоквартирных домов. При наличии отдельного счета жильцы дома могут сами решать, когда им ремонтировать кровлю или обновлять фасад дома. Сейчас спецсчеты имеют только 8% домов области, остальные платят деньги в общий котел. И даже имея острую необходимость в капремонте, вынуждены ждать очереди на него. На крышу этого дома подниматься одно удовольствие. Мягкая кровля в девятиэтажке по проезду Сиреневому была отремонтирована осенью прошлого года на средство из графы «Капитальный ремонт». Жители дома не ждали годами, пока в общеобластном плане подойдет их очередь. А сразу, как только возникла необходимость, потребовали у своей управляющей компании замену кровли. По программе регионального оператора этот дом стоял в очереди, в 2026 году выполнился бы этот ремонт. Но 20 лет кровля уже нуждалась в капитальном ремонте, потому что на протяжении 20 лет собственников данного многоквартирного дома постоянно топило. Не ждать очередности на капремонт, а самим распоряжаться накопленными средствами, жильцы могут только, если дом имеет свой собственный, специализированный счет в региональном операторе. Сегодня средства 92% многоквартирных домов попадают в так называемый общий котел. Это значит, что на деньги собственников конкретного дома ремонтируются и другие дома. Как только дом открывает спецсчет, денежные средства, которые собирает этот дом, начинают поступать на спецсчет. Соответственно, тратятся они исключительно в целях проведения капитального ремонта конкретно этого дома, по решению собственников конкретно этого дома. Программа капитального ремонта существует в Челябинской области 2014 года. За это время в регионе было проведено капремонтов на почти 2 миллиарда рублей. Только в 2017 году планируется потратить на эти же нужды уже более чем 4 миллиарда рублей. Еще одна задача, которая сегодня стоит перед рекоператором – начать переводить дома на спецсчета. Иметь отдельный счет особенно выгодно домам с большой общей площадью, а также домам новым. Когда наступит необходимость первых капремонтов, на счету будет достаточно средств, а если будет недостаточно, выход также есть. Сколько не хватало денег на спецсчету, вот у нас был такой пункт – принять решение о дополнительном сборе денежных средств в сумме 71 рубль с 1 квадратного метра на капитальный ремонт мягкой кровли. Путем разового доначисления в квитанцию за ЖКУ капитальный ремонт, согласно статье 22 закона 512, значит с рассрочкой платежа 3 месяца. Что это значит? И дальше написано, что 11 месяцев начисления по капитальному ремонту производиться не будут. Капитальный ремонт фасада этого дома полностью еще не завершен. Пройдены только два этапа из четырех, но жильцы уже ощутили пользу. В квартирах стало теплее, а благодаря наличию спецсчета, собственники сами решили, на что им важнее потратить деньги, какому подрядчику доверить проведение работ и какой будет смета расходов. Есть ограничения перехода на спецсчет, это в случае, если дом был отремонтирован за счет средств фонда капитального ремонта, из общего котла так называемого. Так вот, пока этот долг не будет погашен, перейти на спецсчет невозможно. Решение перейти на спецсчет принимают сами жильцы дома. Для этого требуется абсолютное согласие двух третий собственников. Правда, добиться его, утверждают коммунальщики, не всегда легко. Спецсчет открывается на юрлицо, управляющую компанию дома. Оформление всех документов и перевод накопленных средств на специализированный счет занимает ровно 12 месяцев. Такой большой срок ожидания выбран для того, чтобы не поставить под удар уже утвержденный на год вперед общий план капитальных ремонтов.